МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В 2014-м обсуждали всем миром. Фигуристка росла без отца. Поддержать могла только мама. Даниэла Лепницкая тянула, перевезла дочку в Москву, вырастила чемпионку. Но кто отец олимпийской звезды? Миру так и не рассказала. Мы нашли его на Ближнем Востоке. Живет между Израилем и Палестиной. На вопрос, как он тут оказался, получаем неожиданный ответ. Меня потом отправили в Москву, познакомили напрямую. Я видел, помню, первый раз Евгений и Максимовича Примакова. Когда меня туда везли в Москву, они уже направляли меня в Израиль. В его доме никаких излишеств. Как будто до сих пор живет по уставу. Уверяет, много лет прослужил на Ближнем Востоке. Но где и кем именно, не говорит военная тайна. Я работал в Палестине, служил там. И научился у специалистов. Примерно как они. После утреннего кофе из Израиля он отправится в Палестину. Не на службу, говорит, сам давно в отставке. Встретится с арабскими друзьями. Но всю дорогу думает только о ней. Я видел, как она похудела. Практически, наверное, ничего не ела. Это очень плохо для гостей. В палестинском городе Наблус он первым делом заглянет в любимую книжную лавку. За подарком. Конечно, для нее. Арабский дом, полный детей. Здесь его принимают как своего. Он расскажет им в очередной раз о детстве в далеком Крыму. О том, как в молодости хотел поступить в морской институт и бегал от армии. А она забрала его на всю жизнь. В 98-м году. Мне отправили в Чесню перед тем, как сюда, в Израиль отправить. У меня было ранение в Чесне. Я немного не совсем помню. У меня там контузило. Рвануло возле нас. То есть он находился буквально полтора метра. Три убитых и один жив. Выжил. Но для родной дочери без вести пропал. Понять не просто, лукавит или говорит правду. Но у рождения Юли якобы и не догадывался. Даниэла не сказала вам, что она беременна? Она не сказала мне ничего. Рассказывает, впервые увидел маленькую Юлю еще во сне. Но тогда и подумать не мог, что он отец. Девочка где-то возраста пяти лет плачет возле меня на груди. У меня не было детей. Я чувствую, что это моя дочка. Сон в руку. В 2014-м включил телевизор. А там она на Олимпиаде. Один в один. Он пересмотрел уже весь Ютуб с ее выступлениями. Показывает нам любимое Юля и Элвис Пресли. Говорит, идеальное сочетание. Если я сбрею вот это все родное лицо, у меня даже зубы здесь такие же самые. На детских фотографиях и правда похоже. Но неужели никогда не хотел найти родную дочь? Говорит, пытался и не раз. Но здесь, как на войне, оборону прорвать не удалось. Я в 15-м году 4-го числа приехал в Москву. Я не знаю, насколько я задержусь. Завтра день рождения у моей дочки. Ей купил кольцо. Там сердечко такое было. В камешках. Приехал на каток Хрустальный. Там меня не очень хорошо встретили. Я написал письмо, оставил в подарок кольцо и записку оставил там, где гардеробная. Они сказали, что передадут. Узнать у самой Юли пока не получилось. В интернете что не Лепницкая, то фейк. Но в достоверность одной страницы он все-таки верит, как никогда. Правда, на его длинные письма пока только один ее ответ. В Москве. Другой бы призадумался, а он продолжает строчить сообщения. А что же Даниэла, мама Юли? Он признается, искал встречи с ней. Если верить Вячеславу, это его первая любовь. Я любил ее такой, какая она есть. За глаза, за то, как она относится к мужчинам. А к мужчинам относилась очень резко. Мне это нравилось. Он расскажет, и сам рос без отца. И для Юли хотел бы другой судьбы. А пока молится о встрече с ней. Но нужно ли это самой, хоть и упавшей, но олимпийской звезде? Не слишком ли поздно он захотел объявиться в ее жизни? Этот странный человек со сбивчивыми рассказами о своей сквозняковой судьбе. В конце концов, слишком много противоречивого в его облике и поведении. Странная форма с диковинными погонами и офицерской кепкой не по уставу. А еще причудливое смешение всех религиозных ритуалов сразу. На прощание он попросит нас передать для Юли вот эти слова. Вдруг ему все же поверят. Юленька, здравствуй. Я очень-очень хочу тебя увидеть. Я бы отказался абсолютно от всего. Если бы только знал, что ты родилась. Поверь мне. Прости меня. Я не знал. Екатерина Ведметь, Юлия Малашина. Матч ТВ.